Всем привет! С вами You Have To Play Channel в пилотном выпуске самых свежих и самых горячих новостей за последние полмесяца о мире PlayStation, а конкретно PlayStation Vita. Итак, поехали! Радуются фанаты серии Final Fantasy, ведь в конце февраля на Destination PlayStation была продемонстрирована Final Fantasy XHD для Vita, которая успешно использует функции приставки. Представители также проговорились, что игру можно ожидать в конце июня, однако сама студия разработчиков никак не прокомментировала данную информацию. Игра God Eater 2, издатель которой точной даты еще пока не называет, но продолжает активно подогревать видеороликами с демонстрацией возможного вооружения. Но нужно не забывать, что в первую очередь поедатель бога рассчитан на японского геймера. Нам же с вами придется немного подождать. Практически полгода назад Sony Japan показывали нам трейлер интерактивного квеста Rain, после чего ушла в подполье, скорее всего, строить игру. И вот совсем недавно обновился официальный сайт вместе с появлением странички на фейсбуке. Что ж, ждем объявления даты релиза. Ибисофт анонсировала следующую игру серии Assassin's Creed под названием Rising Phoenix, которая выйдет на виду уже в октябре этого года. Пока известно только то, что игру строит новая команда, и она будет здорово отличаться от PC-версии игры Black Flag, которую вы видите на своих экранах. Мама PlayStation Sony готовит нам очередную вкусняшку в виде Killzone Mercery, где в новом ролике геймплея рассказала об особенностях одиночной игры и расхвалила прокачку персонажа в мультиплеере. Что ж, выглядит заманчиво. Посмотрим, что там окажется на самом деле. Стало известно, что один из самых красивейших файтингов Ultimate Ninja Storm 4 все-таки выйдет на виду. Правда, не так скоро, а вместе с PlayStation 4. Так что зажимаем кулачки и опять же ждем подтверждения даты релиза от разработчика. Эксклюзив для PlayStation Vita в виде Soul Sacrifice наконец-то достиг даты релиза. Правда, только на японских просторах. А мы пока что смотрим ролики, завидуем и надеемся, что в ближайшее время игру локализуют для Европы. А то мы и так раскормлены новостями об этой заведомо замечательной игре. И наконец-то свет увидел Ninja Gaiden Sigma 2, который совсем недавно появился в PlayStation Store и был горячо встречен фанатами первой части. Но некоторые придирчивые геймеры умудрились даже найти изъян, крича, что игра получилась на любителя. Что ж, будем следить за событиями и мнениями экспертов. На сегодня это все. С вами был Денис ЛМ. Пока и удачи на консольном поле боя.